Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. У нас в гостях главный тренер ЦСКА Игорь Валерьевич Никитин. Несколько слов о матче, таком запоминающемся для болельщиков. Ну да, много голов. Многовато мы для себя пропустили, поэтому и проиграли. Есть хороший момент, там команда сражалась до конца, достаточно неудачная игра складывалась. То, что нам нужно учиться и такие игры выигрывать. Есть нюансы, на которые сегодня ребята внимания не обратили, но это все потом приходит. Работаем дальше. Уважаемые коллеги, ваши вопросы не забывайте представляться. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Игорь Олегович, более привычно видеть, что ЦСКА прессингует и вынуждает соперника ошибаться. Это ваша команда делает достаточно успешно. Но вот то количество ошибок, которые под прессингом именно армейцы сегодня совершили, очень удивило. Чем вот такой особенный этот матч получился? Что хладнокровия и так не хватало порой. Ну, мы не того, что хладнокровия хватило, поэтому и проиграли. Волнует все равно всех ситуация с Ларсом Юхансом. То есть, все ждут, когда какая-то хоть определенность с ним наступит. И хотя бы в заявке он в роли резервного появится. Ну, я не знаю, как каждый день на один и тот же вопрос поодинаково отвечаю. Я не готов пока говорить, как он себя будет чувствовать завтра. Завтра он начинает с общей группой тренироваться, но организм каждого человека, он индивидуальный. Надеемся, что скоро присоединится, но мы как бы здесь не видим большую проблему у нас. Саня достаточно ровно играет. Может быть, сегодня не лучший матч, но здесь командная работа. Ну, и вот что касается юного Скотникова, его единственный матч до сегодняшнего вечера был с Амуром. Там все-таки ЦСКА, естественно, ощутимым фаворитом был и, может быть, не настолько сложный. Сегодня, кажется, можно быть молодым парнем довольным тем, как он вошел в игру. Ну, конечно, не в простой ситуации он вошел и играл против серьезной команды, там, достаточно мастеров. Ну, опыт, опыт, как только через такие игры нужно его набираться. Одним из авторов Шайпа в московском матче стал Ляйпциг. Сегодня его в заявке не было. Это ротация или у него какие-то хлопоты со здоровьем? Это ротация с коронавирусом, но... Ну, у вас просто вот в списке травмированных один Телегин, и поэтому отсутствие ляпцига вызвало вопросы. Продолжаем нашу пресс-конференцию. У нас в гостях исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Фредрик Стилман. Мистер Стилман, если вы говорите о сегодняшнем гейме? Ну, я счастлив с работой. Я думаю, что команда работала очень-очень хорошо сегодня, и мы сделали все, что нужно, чтобы победить сегодня. Но, как всегда, есть какие-то места, которые мы можем улучшить, и что мы будем думать о ночью, и поговорим о сегодняшнем. Но я очень счастлив, как мы боремся, как мы боремся, как мы боремся за победу. Ну, начнем с конца. Да, всегда есть над чем работать, всегда есть какие-то недочеты. О них мы подумаем сегодня ночью и поговорим с командой завтра. Но чем определенно можно быть довольным, это тем, как команда боролась, как она сражалась, какие усилия она прилагала. Вот этим действительно можно быть удовлетворенным, и сделали столько, сколько необходимо было для победы. Так что, Павел Зайцев, телевизорная компания. Я думаю, что это не то, что мы боремся за победой. Как это трудно, чтобы командовать в области, чтобы работали в предыдущих командах? Конечно, это разница, когда один человек исчезает. Но когда касается предприятий, то все сделано в тот момент. Тогда остается только игроков, который остался. И еще есть небольшие коррекции. Кроме того, все уже сделано. Насколько тяжело перестраиваться штабу. Но, на самом деле, к моменту, когда новость пришла, что Илья Воробьев не сможет в игре принять участие, к такому моменту уже вся подготовка завершена. Задание отдано игрокам. И остается только то, что они сами на льду сумеют показать. Разумеется, есть и какие-то корректировки в перерыве. Но потеря любого из членов тренерского штаба, разумеется, сказывается. Но, к счастью, основная работа была уже сделана. Твоя линия защитная работа была ваша ответственность. И, с этого точки зрения, как тяжело это было? Когда вы посмотрите на ошибки, что два команды сделали в этом матче. Иногда вы чувствуете что-то необычное? Ну, сначала мы встретим очень хорошим командой. Сиаска очень сильная, поэтому это тяжело, конечно, если у них такие хорошие игроки. Но сегодня была одна из этих игр, где мы были достаточно устроены. И это очень важно. У нас было довольно много разрушений. Мы обычно не уйдем. Но мы найдем способ, чтобы победить. И это самое важное. Мы не всегда можем играть в неправильном игре. Но мы работали трудно. И мы сделали то, что нам нужно, чтобы победить. Это самое важное. Да, вопрос касался того, что обычно ответственностью мистера Стилмана является оборонительная линия. И вот с этой точки зрения, насколько тяжело ему наблюдать за тем количеством ошибок было, которое сегодня совершила и его команда. Ну, в общем, обе команды. Ну, вот он сказал, что, разумеется, встречаясь со столь хорошим соперником, порой трудно сыграть идеально, даже невозможно. И несколько таких очень напористых действий армейцы произвели сегодня, которые заставляли игроков «Металлурга» где-то терять позиции, где-то допускать ошибки, которые обычно магнитогорцы не допускают. Но главное, что общих усилий в целом хватило для того, чтобы одержать очередную победу. Александр Жилинг, мистер Стилман, знаете ли, как состояние Ильи Петровича созванивались уже как он чувствует. Вы знаете, как Илья Петрович сейчас чувствует? Я думаю, что он чувствует... Первый тест был, конечно, позитивный. Но он чувствует, что я понимаю. Я надеюсь, что он чувствует так. Ну да, то есть результаты теста условно положительные. Но насколько известно мистеру Стилману, Илья Воробьев чувствует себя хорошо. То есть с ним все в порядке с точки зрения самочувствия. Продолжаем пресс-конференцию. Максим Мамин, нападающий ЦСКА, у нас в гостях. Максим прокомментируйте ход сегодняшнего матча. Такого непростого для обеих команд. Да, такой непростой для нас матч получился. Практически за каждую ошибку расплатились пропущенным голом. Догоняли, догоняли и немножко не догнали. Ваши вопросы? Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Ну, естественно, мы привыкли более, скажем так, надежных с точки зрения оборонительных действий матчей наблюдать в исполнении ЦСКА. Сегодня, в сравнении с московской игрой, армейцы смогли кое-какие вещи очень серьезно улучшить. Во-первых, броски доминировали. Там-то уступили серьезно. Во-вторых, дисциплины не удалялись практически. А тогда было очень много удалений. Но тогда с чем случилось такое количество потерь в собственной зоне? Сегодня? Да-да-да, сегодня. Я бы не сказал, что их было очень много потерь. Я говорю, в первом периоде, по-моему, две потери, когда мы потеряли в своей зоне и два раза мы пропустили. Но в целом, то есть обычно с прессингом все-таки соперника вы как-то справляетесь более эффективно. А здесь именно зачастую то, что магнитогорцы играли достаточно высоко, начинали прессинговать достаточно высоко. Порой вот как раз эти вещи ставили в тупик. Обычно ЦСКА с этим более эффективно справляется. Да не то, что нас это ставило в тупик, но просто где-то шайба перескочила, где-то еще что-то такое бывает. В принципе, я не думаю, что это какая-то у нас систематическая будет вещь. Если говорить о вашем голе, Вы изначально его таким задумывали? Ведь изначально было ощущение, что он не совсем все-таки у вас получился. Да, я хотел повыше шайбу бросить, но я видел, что Андрей Светлаков на добивание идет. Так что, я думаю, если вратарь отбил, Андрюха бы все равно ее добил. Ну и наконец, нашу сегодняшнюю пресс-конференцию после победного матча. Андрей Чибисов завершает нападающим от Литогорского «Металлурга». Андрей, прекрасная игра. Ваши ощущения, впечатления свежие? Хорошо команда играла. Хоть и без главного тренера, но все достойно играли. Все понимали, что ляжет на второго тренера ответственность. И все делали свое дело, все занимались своей работой. Поэтому, мне кажется, это дало какой-то результат успешный. Коллеги, ваши вопросы? Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. После того, как такой получился результативный первый период, после того, как второй период превратился в перестрелку своеобразную, было ощущение, что третий может вообще предельно закрыто пройти. Но, тем не менее, все равно и те, и другие продолжали искать счастье в атаке. Не было соблазна уйти в глухую оборону в третьем игре? Нет, мы поговорили, получается, с ребятами в раздевалке и сказали, давайте будем играть в свою игру, будем уверены в своих действиях и не будем садиться в глухую оборону. Потому что глухая оборона, как правило, это потом дает не очень хороший результат. Поэтому мы действовали командно и была полностью уверенность с победой нашей. И в прошлом матче в Екатеринбурге и сегодня временами возникали такие серьезные проблемы именно при выходе из своей зоны из-под прессинга. То есть, вот все-таки в этом компоненте «Металлург» иногда позволяет себя так продавливать сопернику. А какие рецепты есть, как с этим бороться? Может быть, не передерживать шайбу, максимально быстро ее выводить? Ну, если посмотреть и на ЦСКА, у них тоже были первые три гола они получили. Это хоккей и нет такого, что не ошибается тот, кто не играет. Все играют, все ошибаются и поэтому в этом и есть структура хоккея. То, что если ты не ошибаешься, делаешь меньше ошибок, ты выигрываешь. Если говорить о вас лично, очень такое тяжелое начало сезона получилось. Такое впечатление, что были немножко как бы зажаты. Возвращались ментально как-то вот в эту игру в этой лиге на этих площадках. Но ощущение, что первый же гол, который после шикарного паса Егора Яковлева на выезде состоялся, что он как будто гири какие-то с плеч сбросил вам. Да, было много моментов и в тех, и в играх. В первых очень много было. Просто не мог забить. Это у меня всегда с начала сезона, неважно в какой лиге играю. С начала сезона вот так тяжело-тяжело, а потом уже более-менее легче становится. Поэтому только оставалось дождаться, когда прорвет и все это нормально. Я думаю, дальше только будет лучше. Ну и вот мысли уже в послезавтрашнем дне. Авангард. Команда, которая пока является такой загадкой, неразрешимой. Ни одной шайбы за две игры. Что принципиально нужно поменять, чтобы как минимум забить им? А уж дальше там о победе можно будет подумать. Мы ничего не будем менять, мы будем действовать, как и действовали в последних играх. У нас все получается, если мы первые игры играли шатка-валка. А сейчас у нас команда на ходу. Мы показываем хорошую игру, поэтому мы только будем применять хорошую игру. А там уже покажут, что выиграет. Надеюсь, что у вас получится. Удачи, всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok